Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. В студии Светлана Удельная и Игорь Рысев. Начинаем мы наш эфир. Игорь, что нового, какие новости расскажи? Ну, собственно, вот только что вы слышали новости москвичей про ЕГЭ. Все говорят о ЕГЭ теперь. Ну, и мы сегодня поговорим о ЕГЭ. Но для начала... Это будет одна из наших тем. Да, вы приготовьтесь к тому, что мы будем с вами разговаривать о ЕГЭ, о проблемах с ним связанных, в частности, вот о том, что попадает в интернет. Я не знаю, насколько для кого это проблема, к примеру, для тех же учеников. К примеру, наверное, это счастье, что какие-то ответы там попали. Я не слишком следил за всей этой историей. Но, в принципе, вот по ходу, там, к примеру, обзора социальных сетей, видел, что есть очень много каких-то групп, где можно было просто лекции какие-то почитать, посмотреть видео и так далее. То есть, вот это, знаешь, по-моему, это лучше, чем преподают порой в тех же школах. То есть, там, потрясающие какие-то там видео с каких-то сражений там наполеоновских или что-то еще. То есть, по-моему, очень интересно. Я бы даже не подготавливаюсь к ЕГЭ, просто бы это все посмотрел, почитал. Надо найти обязательно для этого время. Так вот, о ЕГЭ. Собственно, 708-502, если вы собираетесь сдавать, если ваши дети сдают, или есть у вас какое-то мнение по поводу того, что, собственно, с этим ЕГЭ не так. И как сделать так? Какой у нас сегодня главный вопрос? Кого винить в махинациях на ЕГЭ? Да, у нас даже есть такой опрос на сайте. www.ehakero.ru Можете зайти на нашу страницу ВКонтакте и на наш сайт. Там есть, соответственно, опрос. Вы можете выбрать, кто же все-таки виноват. Ну, по вашему мнению. А, собственно... Да, вы можете голосовать и также оставлять свои комментарии. Тоже пишите, пожалуйста. Писать вы также можете на номер 8-909-720-101-0. Обязательно перед вашим смс-сообщением подписывайтесь. Другие комментарии, мнения я сегодня тоже зачитаю. Ну, и всем уже известно тоже, как и сейчас наши коллеги московские сказали, что Тина Кандылаки написала на министра образования по поводу своего видения системы ЕГЭ. Ну, вот мы вас подготовили, а вообще, ну, вот вчера мы буквально рассказывали о том, что, ну, на мостях у нас теперь в Кирове появились такие интересные плакаты, но это я немножко отойду от темы, но вы не забывайте про ЕГЭ. Плакаты с призывом «Не мусорить». Так вот, там такие интересные социальные формы выражения. «Привет, я урна, я близко», «Маленькая победа для тебя» и «Большая победа для человечества» и так далее. «Я люблю, когда чисто». Ну, вот все это вы можете увидеть на просторах нашего города. Это все придумали члены общественной палаты, собственно, они все это и установили. Я хотел рассказать про другую акцию. Ну, то есть, в довесок к тому, что вот об этом озвучивается, вот эта инициатива общественной палаты Кировской области. А у меня тут в подъезде буквально, вот о чем я, кстати, не мог рассказать все это время, давно хотел этим поделиться. У нас в подъезде живет, я не знаю кто, наверное, мужик. Вот скажем так, пусть это будет мужик. Ты даже не знаешь кто. И, в общем, судя по всему, он принял для себя решение, что вот та библиотека для него уже не так дорогая, которая у него есть из книг. И решил ей поделиться, и делает он это следующим образом. То есть, на этажах, на втором и на третьем, он просто выставляет книги на окно, где-то по три, по четыре штуки. Ты спускаешься, особенно когда лифт не работает, все спускаются по лестнице и, собственно, могут выбрать какую-либо из этих книг, забрать себе, ну, собственно, почитать... То есть, такая честная библиотека получилась? Я ходил, ходил, смотрел, что-то мне ничего не нравилось, а тут я попал на Куртова Нигута и забрал ее себе домой. Вот она сейчас у меня лежит в стопке, чтобы прочитать. Половину этих поистей я не читал, вот еще половину как раз... То есть, ты прочитаешь и обратно принесешь, чтобы убрать, да? Конечно. Я призываю этим воспользоваться, и почему-то я никогда этого нигде не видел. Ну, есть же эти акции, да, когда там на скамейках где-то вставляют. Приноси, да. Да, приносить куда-то. А тут все в подъезде. Тем более, это прекрасный способ знакомиться с соседями, о чем, кстати, многие забывают, что это делать бы стоило. Вот. Ну, собственно, вот, наконец-то я рассказал. Я надеюсь, кто-то возьмет себе это на... Вооружение. На галочку, да, на вооружение. Делайте подобные вещи, придумайте что-то еще, рассказывайте обязательно об этом нам. Мы тоже будем вас воплощать у себя в жизни, может быть, даже об этом рассказывать. Все, давай, ЕГЭ. ЕГЭ, да, переходим. Слушатели, еще раз, да, сейчас мы отвеклись на наши истории. Напомню наши координаты, чтобы мы были доступными для вас. Подключайтесь к нашей беседе. Номер 708-502, это, как всегда, прямой эфир. Также номер для ваших смс-сообщений 8-909-720-101-0. Пишите в начале, подписывайтесь. И также в интернете вы можете нас найти, www.hackirovo.ru Адрес у нас такой. Можете там оставлять свои тоже комментарии. И можете проголосовать. Подготовили мы для вас опрос по нашей сегодняшней теме. Кого винить в махинациях с ЕГЭ. Пожалуйста, проголосуйте. Там вариант либо школьников, педагогов, контролирующих органов. Ну и такой популярный такой же ответ. Саму систему ЕГЭ. Что вы думаете, если ваши дети сдают? Или, может быть, вы сам школьник, и вы непосредственно с этим совсем сталкиваетесь. И при этом вам есть уже каким-то своим опытом поделиться. Тоже можете комментировать. По поводу, я говорила, что какие-то, пока мы дозваниваемся до наших спикеров, да. Но мы, собственно, сегодня призваны в первую очередь узнать, как у нас здесь в Кировской области проходит или будет проходить, да. Ну а какие-то же экзамены сдавались, да. Сдавали, да. Я просто забыл, колоссальное количество дат по разным предметам. Ну, много информации у тебя в голове, поэтому ничего страшного. Сдают сегодня информатику, биологию, историю на выбор, соответственно. Это сегодня. Сегодня, да. То, что уже сдавали все эти скандалы, огромное количество мнений в интернете, блогеры пишут и на сайтах Эхо Москвы, наших коллег, много тоже всевозможных мнений и вообще, в принципе, много мнений по этому поводу. И вот, например, слушатели пишут, это правда борьба с устаревшей системой и с прогрессом, разница в том, что на Западе система студента учится для того, чтобы получать знания, и экзамен, есть проверка их знаний. Противоположные мнения, вот подобные такие, на Западе уже 30-40 лет, как деградируют после их реформы образования, и с каких это пор тестовая система является прогрессом, разве что для воспитания зомби, полное непонимание сути системы образования на Западе и у нас. Это число. Это просто мнение. Это я выбрала два противоположных, то есть их миллион сейчас в интернете, много... Ну я на самом деле, когда просто, ну знаешь, смотришь вот это кино про каких-то школьников американских, когда мы еще учились, у нас не было никаких тестов о ЕГЭ, то есть они какие-то минимальные появлялись. Я вот ничего не сдавал. Вот эти все тесты я тоже очень... Ну в смысле экзамены обычные. ЕГЭ я помню, я сдавал в каком-то тестовом режиме, у нас еще только выводилось. Да, даже тебе. Вот, но суть в том, что когда мы в школе вот учились, у нас были какие-то контрольные там и так далее, то есть ну ты вот сидишь прямо и готовишься, а когда смотришь какое-то американское кино, я помню, они просто какие-то сидят, галочки ставят. Ты думаешь, что такое? Это что такое? А где у тебя там... Сочинение. Сочинение, изложение, контрольное, в конце концов, нормальное. Что-то почему-то не решаешь, какие-то примеры, а сидишь, галочки ставишь. Вот обидно не было. Ну всегда, да, кажется, что, боже мой, это можно наугад все поставить. Николай Целичев у нас на линии появился директор средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов номер 28. Николай Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Ну вот мы сейчас обсуждаем, нам, как уже в таком более старшем поколении, старикам, да, сдавали мы обычные экзамены. Достаточно странно смотреть, как дети наши сейчас ставят галочки, и кажется, что все можно наугад. Действительно это так или нет? Нет, вы знаете, как бы, у ЕГЭ, как любому новому явлению, которое появилось в нашем образовании, много и за, и против, как бы, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что там есть положительные моменты, все-таки, бесспорно, как бы, это по поводу того, что, например, если вы помните, опять же, когда мы сдавали экзамены, мы сначала сдавали выпускные экзамены, а потом, ну, я так шучу, впускные экзамены, да. Ну и вы представляете, как, в принципе, это было. Ну и при этом этих впускных экзаменов нужно было сдать, там, порядочное количество, что, соответственно, в разные вузы, да, чтобы куда-то попасть. Да, 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 то есть это, вы понимаете, тем более, и они-то тем более были очные для того, чтобы поступить в Москву или в Питер или в какой-то другой город, надо было выезжать, тратить много средств. Ну, то есть, как бы, тут есть определенные плюсы, бесспорно. А что касается вот того, что вы задали вопрос по поводу галочку ставить и там угадать, не угадать, то мне кажется, что здесь, ну, немножко те люди, которые об этом говорят, лукавят или сознательно допускают, ну, небольшую неточность в том плане, что если посмотреть на содержание кимов, все-таки вот тех работ, которые выполняют школьники, галочку вот они ставят только в части А, где знание необходимо чисто фактического материала. Зато в других заданиях там есть, и нужно обязательно прописать, нужно обязательно самому найти ответ. А вот даже по, значит, предмету такому, как русский язык и литература, третья часть — это эссе как раз, мини-эссе и сочинение, от которого как будто бы мы ушли. Поэтому понятно, что это все совершенствуется, это развивается, все понимают тупость вот этого, скажем так, поставления в галочки, и в этом плане, значит, сойдет совершенствование этого учеба, ну, этой формы независимой оценки качества образования. Ну, вот смотрите, к примеру, я вот сдавал ЕГЭ по, я помню, по математике, наверное, алгебра это была, да, ну, правильно, математика, в тестовом режиме, когда там какой-то один из первых годов, и я помню, что вот мне, ну, совершенно не нужна была она, ни при поступлении куда-то, у меня как-то вопрос уже был об этом решен, и я помню, что я просидел, по-моему, из всех шести там часов, или скольки можно было сидеть, в принципе, по-моему, минут сорок. Я заполнил вот эту первую часть, как вы говорите, где можно просто угадать. Я действительно угадал, потому что я просто сопоставил там один с другим, где ставится равно, ну, собственно, все, везде все проставил и ушел. Вот, и я боюсь, что ЕГЭ в этом плане, оно может позволить как раз-таки очень многим людям отстраниться от того, к примеру, ну, вот как я сдавал в школе, я действительно учил математику, я ее тогда помнил, вот в девятом, наверное, на классе. Вот, и там действительно писали большие контрольные, что-то еще, я все это понимал. А уже по итогу 11 класса мне это было не нужно, может быть, я и ошибался, может, мне понадобилась бы она, но вот видите, я проставил галочку и ушел. Ну, то есть пример, да? Многие, да, пойдут по этому простому пути, а кому действительно надо. Ну, то есть мы, как сказать, планку мы опускаем, наверное, не думаете? Нет, смотрите, что получается. Когда вы поставили наугад только в группе заданий А, то есть наверняка количество баллов вам достаточно было для того, чтобы преодолеть просто допустимый порог. Ну да, чтобы меня отпустили с легкой душой. Вот и все. А дело в том, что, в принципе-то, ну, если это было вот, нужно было только в этом связи, то вы сделали свое дело, вы все, то есть вы решили свою проблему. Но для того, чтобы поступить, например, на инженерные специальности, на те специальности, которые вы хотели бы поступить, где нужна математика, угадай, какая-то не получится, вам все равно придется серьезно, значит, поработать с этой формой вот учета успеваемости, оценки успеваемости и хорошо поработать. В принципе, точно так же, как, значит, кому-то не нужны были бы предметы, ну, хотя вот, например, что, значит, например, там ненужность русского языка. Если мы живем в стране, значит, где основной официальный язык русский, я думаю, что на минимальном уровне русский язык должны владеть все. Мне кажется, на минимальном, на максимальном уровне нужно. Ну, вот смотрите, а, к примеру, ну, действительно, вот русский язык, ну, человек плохо всю жизнь знает, а у него ЕГЭ, тут он поставил эту часть, а и ушел точно так же, как и я, и не знает его. А зачем ему стараться, если, ну, там, он, к примеру, говорит, да не нужен мне этот русский язык, а нас ведь мучили, на самом деле, в свое-то время. Нет, ну, вы знаете, тут как бы мы уже приходим в общие проблемы, как бы, образования, потому что дело в том, что я всегда считаю, увежден, что, скажем так, учит ребенок или не учит тот или другой предмет, зависит от одного человека, учителя. Если ребенку повезло, и он попал учителю, который заувлек его своим предметом, он будет любить этот предмет, он через личность учителя полюбит этот предмет, и для него, значит, вот ЕГЭ будет не таким трудным явлением. Поэтому, вы знаете, все вот уже, корни этого гораздо глубже, потому что ЕГЭ – это ведь только, вот, скажем так, выход уже, да, когда ребенок заканчивает школу, это всего лишь форма для того, чтобы независимым образом все-таки посмотреть, а как же ребенок отстроил ту школьную программу, которую он освоил... Николай Геннадьевич, мы вас поняли по поводу всех этих скандалов, которые сейчас по теме ЕГЭ. Ну, вы знаете, как бы, это могу только одно сказать – Россия. У вас-то как с ЕГЭ? Не, ну вот пока, во всяком случае, мы, ну, как бы, у нас первый вот ЕГЭ состоялся, сообщение о том, что у нас кто-то недопущен, нет, значит, все нормально, как бы, ждем результатов, скажем так, экзаменов, надеемся на хороший уровень. Наша школа всегда показывает хорошие результаты, так что надеемся, что и выпускники этого года нас не подведут. Мы не запамятовали, сегодня сдают информатику, историю, биологию, да, у вас тоже? Да, 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 сегодня тоже так же, как все наши дети ушли, значит, со своими сопровождающими в пункты проведения экзамена, тоже надеемся на хорошие результаты сейчас. Чего мы вам и желаем. Спасибо за комментарии. С нами был Николай Целищев, директор среднеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов номер 28. Это знаешь, я где-то читал потрясающий комментарий по поводу того, что в сеть попали вот эти вот материалы, да? Это знаешь, что каждый год это будет мне говорить. Это знаешь, где-то читал, ну не суть, там как-то так говорится, что это нужно было додуматься в России со стольким количеством часовых поясов проводить экзамен в одно время. Ну то есть, как бы, понятно, что если ты, к примеру, проводишь там в 9 утра в одном регионе, то придется, получается, в другом проводить там в 5 часов вечера или туле там вообще ночью. Ну а что делать? Ну а что делать? Вот надо этот вопрос было продумать, а у нас, как всегда, Россия, как сказал Николай Евгеньевич, да, Россия. Да, по-размыслим и на эту тему сейчас Анатолий Мичурина, глава департамента образования Кировской области. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. Да, ну что вы можете сказать по поводу тоже вот этих всех скандалов, которые сейчас в интернете можно наблюдать по поводу ЕГЭМ, и как у нас в Кирск области стоит? У нас-то не будет такого? Да. Ну, по опыту прошлых лет могу сказать, что не должно быть, по крайней мере, такого. Хотя время идет и, так сказать, никто не зарекается в этом вопросе. Ну, смотрите, каждый год мы это наблюдаем, каждый год ученики выкладывают, каждый год мы об этом говорим. Что меняется? Аннулируют ЕГЭМ. Ну, не факт, что ученики выкладывают. Ну вот, кстати, тоже момент, да. Да. Поэтому, так сказать, судить сложно, не знаю, кто ученики или взрослые этим занимаются. Хотя, наверное, все же организаторы ЕГЭМ должны были продумать такие тонкости, которые бы не позволяли этим просто заниматься. Ну, к сожалению, вот. Ну, вот, к примеру, для того, чтобы это не произошло у нас, в частности, что можно сделать или что делается, может быть? Ну, что мы можем сделать в этой ситуации? Мы только убеждаем, так сказать, можем действовать методом убеждения, потому что технических тысяч вещей, я даже не знаю, возможно ли это что сделать в этой ситуации. То есть не технически, не административно. Ну, то есть просто не делайте, пожалуйста. А? Просто не делайте, пожалуйста, и все. Ну, конечно же, должны быть, так сказать, ну, как люди, понимая, ответственные. Ну, причем, понимаете, здесь тонкость-то какая. Мы уже объясняли всем нашим учащимся, что, например, если ты принес телефон, ты воспользовался этим телефоном, то ты уже в базе, поскольку в базе данных, то известно, сразу станешь, ну, в Москве, буквально сразу, там, минутное дело. То есть дети должны это знать, мы их пытались убедить в этом. Так что каждый думать должен прежде всего о себе, потому что судьба его волновать должна. То есть если ты, к примеру, вот по запросу об каком-то коде, да, в СМС отправляешь эту СМС, то ты в любом случае уже все, на крючке. Ну, СМС-ка это уже точно, но даже звонок твой, и то уже, так сказать, это, ну, тут в любом варианте, ты уже на крючке. Вот, слушайте, надо это, вы школьникам все это ведь рассказываете, да, я так понимаю? Конечно, школьникам все это рассказано, все это, так сказать, доведено, не просто рассказано, это доведено, вот, они им даны, дан пригласительный билет на экзамены, и все, они предупреждены во всех этих отношениях. Если те, до кого все-таки это не дошло, и нарушения зафиксированы. Ну, кто-то отвечать будет сам за себя, так, я думаю, только так, потому что мы не можем и сегодня все это, понимаете, ну, как сказать, за всех все думать. Каждый должен, наверное, о себе подумать, в первую очередь. Ну, уже какие-то, какие-то экзамены сданы сейчас, что можете сказать? Ну, сдал один экзамен, третью числа будет математика. Ну, вот сегодня уже сдают, да, то есть вот уже сколько сейчас часов, уже есть, да, 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 какие-то уже результаты, то есть есть какие-то нарушения, что-то такое? Ну, пока нет, пока не могу сказать. Ну что, спасибо вам большое за комментарии, Анатолий Чурин, глава департамента образования Кировской области. Я надеюсь, так все хорошо и пройдет, как вот пока наблюдается. Удивительно даже. Может быть, просто у нас школьники плохо с компьютером обращаются или что? Да нет, мне кажется, просто пока еще видишь... Или такие честные, честные. Результаты пока сложно говорить. Чего, сдали-то совсем ничего. Когда все закончится, результаты узнают, да, вот тогда мы поговорим о том, кто списывал, кто фотографировал, кто звонил, смски отправлял. А вы смски отправляйте к нам в 8-909-720-101-0, это наш номер, можете... А есть, кстати, вы? Писать к нам. Есть, кстати, вариант как-то списать. А вот, кстати, смотрите, вы же можете писать нам смски по этому поводу. Понятно, что вы будете подписываться максимум именем, да, или фамилией. Да никто вас не найдет. Успокойтесь, у нас тут не комиссия по наблюдению за смсками, которые отправляются, чтобы получить ответы на ЕГЭ. Как можно списать на ЕГЭ? Может, опыт у вас есть, расскажите. Просто чтобы мы ориентировались. Я, может быть, даже читать не буду, мне для себя интересно. Да, и номер наш тоже 708-502, можете к нам звонить, прямой эфир. Да, у нас, я так понимаю, на линии Валерия Волокжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии. Валерия, добрый день. Добрый день. Да, но сегодня мы всех стандартно спрашиваем, как у вас проходят экзамены, что думаете по поводу этого скандала, который сейчас наблюдается в интернете, по поводу ЕГЭ, что можете сказать? Ну, экзамены сегодня проходят действительно по нескольким предметам. Вот на базе гимназии пункт проведения экзамена. То есть сегодня дети из разных школ сдают на нашей базе историю. Начался день на позитивной ноте, все пришли, все, кто необходим, разведены по аудиториям. То есть дети сейчас пишут экзамены, организаторы следят за ними. Что касается скандала, наверняка вы все это отслеживаете, видите и мнение, и блогеров читаете, и коллег свои, с коллегами общаетесь. По поводу системы ЕГЭ, ваше мнение? По поводу скандала, действительно, ситуация, которая муссируется сейчас в средствах массовой информации, она есть, она известна, и так или иначе все равно обсуждается и среди детей, и среди учителей. К сожалению, вот такие утечки информации, они происходят, но достоверность всех данных, которые публикуются в интернет, она все равно не стопроцентная. Поэтому мы, когда со своими детьми разговариваем, мы всегда нацеливаем их на то, что они должны все свои знания, которые они получили в школе, использовать на экзамене, никоим разом не попадаться на те удочки, которые публикуются в интернете, не представляют ни себя, ни образовательные учреждения, ни Кировскую область, которая, в принципе, всегда славилась высокими результатами ЕГЭ, которые подтверждались потом при любых проверках, любыми комиссиями. Валерия, у меня сейчас такое ощущение, я слушаю сейчас вас, Николай Целищев у нас был на связи, Анатолий Чурин, такое ощущение, как будто Кировская область, это не Россия, то, что у нас с ЕГЭ все хорошо. Если посмотреть на результаты, то, что в других регионах, и то, что действительно в средствах массовой информации говорится, и в интернете, такое ощущение, что везде плохо, а у нас хорошо, ну как-то вот так вот. То есть мы как-то пытаемся себя лучше показать, в чем тут такая разница? Я думаю, что мы не пытаемся себя показать лучше, мы действительно, может быть, до глубинки еще не так вот все эти поветрия доходят, но мы все равно надеемся на порядочность и честность наших детей, и стараемся воспитывать в них именно эти качества. Потому что когда через полгода-год разговариваешь с выпускниками, которые поступили в различные вузы, и постоянно я сейчас слышу, что вот эти дети отчислены, этих не допустили к сессии. И получается, что любые баллы, которые заработаны нечестным путем, они все равно не дают потом ребенку возможности успешно учиться и заканчивать вуз. Валерия, ваше личное мнение, вот откровенно скажите, вы видите будущее ЕГЭ? Я думаю, что у ЕГЭ есть будущее, и если мы посмотрим те контрольно-измерительные материалы, которые были в первые годы, и те, которые есть сейчас, то динамика и улучшения, они налицо. И сейчас ЕГЭ становится, может быть, более объективным, потому что меньше тех вариантов, которых можно просто наугадкнуть ручкой и поставить нужный крестик. Но, наверное, для того, чтобы дети успешно поступали в вузы и успешно учились в старших классах, а не готовились к ЕГЭ, необходимо то портфолио, о котором сейчас все больше говорят. Если посмотреть на новые варианты ассистатов, которые предлагаются пока в качестве проекта со следующего учебного года в связи с новым доконом об образовании, то там как раз появляется еще одно приложение номер 2, где как раз и будут фиксироваться те достижения ребенка, которые идут по олимпиадам, по конкурсам, а не только бальные оценки по образовательным предметам. Спасибо вам за мнение. Услышали мы вас. Валерия Лакжанина, директор ВИАСКО гуманитарной гимназии, была с нами на связи. У нас, напоминаю, слушатели, остается совсем немного времени на эту тему, поэтому успейте зайти к нам на сайт www.hackero.ru. Там вопрос у нас на эту сегодняшнюю тему, тему ЕГЭ. Да, озвучим, наверное, ее немножко попозже. Ну, ты, собственно, сама как... Вот ты задаешь вопрос по поводу ЕГЭ, а сама ты как к нему относишься? Ты его даже не сдавала. Ну, может быть, тебе рассказывали, но в любом случае ты читала чего-то, Аня. Ну, видишь, я не хотела бы прям свою такую говорить точку зрения, как истину последней инстанции, но, конечно, спорно. Я не сдавала, на себе испытать это не могу. То есть не могу сделать выводы по собственному опыту. То, что я смотрю, очень много вопросов, слушатели у нас. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Да, алло. Вы в приполном эфире, представьтесь. Алло. Представьтесь. А я Анатолий, я работаю в университете. А вот, расскажите нам про ЕГЭ. Про ЕГЭ я не могу сказать очень подробно. Я только со стороны смотрю и могу сказать только одно. У него будущее, безусловно, есть. Это вообще идея хорошая. Надо его совершенствовать просто, вот и все. А то, что шероховатости какие-то бывают, каждый год это бывает, это неизбежно. Но идея очень хорошая, здравая. По вашему мнению, чего сейчас ЕГЭ не хватает? Почему? ЕГЭ не хватает. Да. Аккуратно себе везде во всем. Надо просто внимательно смотреть за учениками. Чтобы они меньше сочковали. Потому что это, что называется, в характере учеников, что-то сделать с писателями, еще что-нибудь такое. Но это и обычная вещь. Это всякого рода споргалки. Надо просто смотреть эту ситуацию, да и все. А так-то самое главное, что у каждого ученика есть шанс действительно сдать экзамен для вуза, для любого вуза, в том числе и для центрального. Это очень хорошая штука. Спасибо вам за мнение, спасибо за звонок 708-502. Слушатели, можете точно так же, как Анатолий, взять свой телефон, набрать этот номер и попасть к нам в прямой эфир и сказать все, что вы думаете по поводу ЕГЭ. Может быть, ваши дети сдают. Вот сейчас как раз актуально для вас. Бесспорно, конечно, это шанс поступить в любой вуз страны. Но, с другой стороны, вот это как раз-таки и вынуждает, ой, чуть кружку не уронил, вынуждает некоторых, к примеру, глав регионов, как вот у нас, помнишь, новости проходили, выпускникам школы Самарской области могут начать занижать баллы на ЕГЭ просто ради того, чтобы они, вот самые одаренные, оставались в регионе. То есть понятно, что это нарушение прав, да не отчасти, а целиком и полностью. И вряд ли такое вообще возможно. Но мысли-то об этом уже появляются. То есть действительно так получается, что если регион, так скажем, депрессивный, как мы называем Кировскую область, понятно, что если у тебя хорошие баллы по ЕГЭ, почему-то тебе не уехать учиться куда-то в лучшее место. Да, но я вспоминаю год назад, мы здесь же сидели в эфире, говорили, тогда был спектакль у Бориса Павловича «Я не уеду из Кирова». И помнишь, у нас были с тобой как раз ученики, с которыми я общалась и до экзаменов, они жутко боялись ЕГЭ и не понимали, что от них требуется огромное количество каких-то вопросов, галочки нужно поставить. То есть много вопросов было по этому поводу. И потом я с ними виделась и спрашивала, ну да как? И они остались довольны. Учатся многие сейчас, кстати, в Москве и в Петербурге, так что уезжают из нашего депрессивного региона. Сергей Шустав у нас на линии, директор средней общепрозвательной школы с углубленным изучением отдельных предметов номер 66. Сергей Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Я считаю, что все равно эта система достаточно отработана. И так скажем, если сейчас выводить на уровень, так скажем, понимания, то ЕГЭ в принципе приветствуется. Есть претензии к КИМам, контрольно-измерительным материалам, которые, ну, надо признать несовершенны. А эта система, я считаю, достаточно значима стала. А что там несовершенно? Вот мы со Светой не сдавали, мы не понимаем, что это за система и как она... Ну, одно время даже шутили юмористы там, значит, поставьте правильно галочку, как там называли собаку в произведениях Му-Му. А, вы имеете в виду вот именно конкретно вопросы, да, вот эти? Да, а сейчас же критики подверглись, и все-таки система КИМов достаточно, так скажем, прогрессивная, разрабатывается каждый год. Ну, то есть к ней уже меньше претензий теперь? Да, меньше. Мы говорим ЕГЭ, независимая экспертная оценка, потому что, ну, не секрет, что в прежние времена в таких регионах, как, наверное, Чечня, больше было отличников, чем реальных знаний. Вы сейчас говорите про содержание, но вот это все, очевидно, такие вещи сдают школьники в разных регионах, в разное время, отсюда, мне кажется, вот эти вот и проблемы, то, что выкладывают в интернет, отсюда и скандал. Есть проблемы, конечно, согласен. Ну, то есть вот это как решать, с вашей точки зрения? Ну, все-таки, так скажем, эта система решать. Ну, опять же, все-таки четкий контроль и Рособранадзора, который сейчас действует, и сайты блокировали, сколько они тут, 72 сообщества ВКонтакте, кажется, заблокировали. Сегодня у нас опрос, вот и на сайте мы тоже разместили, кого винить в махинациях с ЕГЭ, вот ваше мнение, все-таки, школьников за то, что они не слушаются вас, либо же вам, педагогам, винить самих себя, контролирующие органы или, в принципе, систему ЕГЭ. Но я так понимаю, что вы за систему ЕГЭ, то есть остаются три варианта ответа. Да, я за систему ЕГЭ, но систему КИМов, я думаю, что надо разрабатывать, дорабатывать, совершенствовать и так далее. Кто провоцирует? Ну, наверное, все-таки дети, они как бы еще не осознают, что это именно независимая оценка того труда учителя, того региона, в который они обучаются. Спасибо вам большое за комментарии. Сергей Шустав был с нами на связи. Мы уходим на рекламу, опрос остается, заходите голосовать, озвучим результаты после нее. Продолжаясь программа «Дневной разворот в Кирове» Светлана Удельна, Игорь Рысев. Ну, что пообещали мы вам, что мы озвучим результаты опроса, который у нас был на сайте. Кого винить в махинациях на ЕГЭ? Саму систему ЕГЭ, ответите ли, 81, почти с половиной процентов, школьников 4,2, на втором месте контролирующие органы, ну и педагогов 2%. Ну, то есть в большинстве своем люди говорят о том, что сама по себе система ЕГЭ, ну, никакущая. Но это, опять же, мнение наших радиослушателей. Здесь есть много разных подводных камней. А, кстати, помнишь, вот, по-моему, во вторник мы с тобой когда вели эфир, там были новости о том, что все-таки все, журналистов точно не будут. Вот этот тест на профпригодность, который раз в 5 лет предлагался, ну, предполагалось, что у нас может быть такая штука. Боже мой, как я распереживался. Думаю, вот, не дай бог, это же каждые 5 лет, это как в школе, как в институте готовиться к этим экзаменам. Как вспомнишь, дрожь берет. Ну, как же, есть профессии, где сдают, так что надо быть готовыми. Я так скажу, мы сдаем тут экзамены каждый день. Хватит нам этого. Да, ну что, вот такая вот тема с ЕГЭ, закрываем мы ее. Моментов спорных много, и сегодня, да, и разные точки зрения мы услышали. Но как-то у нас в Кирове все спокойно, такое ощущение, как будто не Россия, да и скандалы до нас не доходит. Ну, ты сама сказала, что еще не вечер. Еще не вечер, да, так что посмотрим. Сейчас школьники, дети наши сдают историю, биологию, информатику на выборы. Так что будем смотреть. Это вот прямо сейчас, да? Ну, сегодня, да. Удачи. Да, удачи вам, и, в общем-то, потом посмотрим на результаты на ваши. К следующей теме мы сейчас переходим. Будем говорить об особенностях великорецкого крестного хода в этом году. Ну, что ты можешь сказать, Игорь? Ходил ты, не ходил? Что я можешь сказать? Нет, у меня, кстати, ходил друг. Я, по-моему, в прошлом году, когда у нас была подобная тема в преддверии крестного хода, он рассказывал, как это все происходило, очень интересно, на самом деле. В половину из-за того, что он рассказал, я забыл, это свойство моей памяти. Но то, что я помню, просто по эмоциям как-то все было. От печали до радости, как говорится. То есть у него первое впечатление от начала похода, эмоциональное состояние действительно, говорит, было очень окрашено. То есть это было необычно, интересно. И он не знал, что от этого ожидать. А вот когда он дошел, ну, он дошел почти до самого конца, там оставалось, наверное, несколько километров, но в итоге они развернулись и ушли. Но суть в том, что очень получил много негативных эмоций от того, как часть, часть из тех, кто идет, паломников, ведет себя отвратительным образом. Но опять же, это с его слов. Ну, то есть там, ну, сама представляешь, что значит отвратительным образом. То есть это и алкоголь, и так далее, и тому подобное. Ну, это какой-то такой частный опыт, да, 708-502, слушатели тоже, если вам есть что-то по этому поводу сказать. Ходили вы хорошо, сходили плохо, сходили претензии какие-то, давайте в прямой эфир высказывайтесь. Да, у нас отец Андрей Дудин на линии, руководитель Великорецкого крестного хода. Отец Андрей, добрый день. Добрый день, привет. Да, расскажите, в этом году, собственно говоря, какие-то изменения, наверное, будут, как сейчас подготовка идет. Ну, то есть слушателям расскажите, что делаете. Подготовка идет полным ходом, осталось всего несколько дней до замечательного события в нашем городе и вообще, в общем-то, в нашей стране, поскольку участники крестного хода прибывают к нам из разных уголков нашего Отечества. Что нового? Прежде всего, конечно, маловато стало нам для крестного хода улица Казанская, теперь пойдем по улице Ленина, бывшая Никольская, кстати говоря, Николаевская, тоже символичным. И, в общем-то, в этом этапе, скажем так, все такие основные кардинальные изменения заканчиваются. Все остальное здесь в таком дежурном режиме, все стандартно, мы идем, как всегда, как и уже много десятилетий, ходят паломники на реку Великую. Ожидаем большего количества людей. А вот насколько больше человек? Ну, знаете, сейчас, конечно, прогнозировать трудно в цифрах, но надо сказать, что это тенденция, которая существует, число паломников от года в год увеличивается. Как кто-то сказал из паломников, что когда он уезжает с крестного хода, то возвращается потом на него уже, держа за руку еще двоих. Поэтому, конечно, мы обращаем внимание на то, что число паломников с каждым годом увеличивается в несколько раз. Ну, а в самом Великорецком, я так понимаю, тоже ведь готовится каждый год к увеличению числа паломников. Какие там будут изменения? Безусловно. Вообще, и по всем точкам, где мы останавливаемся, по всем селам, где мы будем останавливаться на ночлег, там тоже люди ждут, готовятся. Очень хочется отметить то, что многие из жителей этих сел стали очень радушны и сердечны относиться к паломникам крестного хода, принимать их в свои дома. Многие просто, огромное количество людей принимают у себя. Люди размещаются все, где возможно, и в банях, и на чердаках. Идис Андрей, вы говорите все такой положительный опыт, и что в этом году все будет хорошо, еще лучше. Это все, конечно, прекрасно. Наверняка были какие-то проблемы. Какие были, и вы над ними поработали? Проблемы были, проблемы остаются. Проблемы у нас всегда и по маршруту крестного хода, поскольку и сама дорога, по которой мы идем, она тоже влечает, зарастает. В этом году очень хорошо поработали власти, правительство Кировской области, помогли с ингридированием дороги. Второй момент, очень серьезный, это как раз размещение. Здесь тоже нам помогает правительство области, и в каждой из пунктов будут размещаться палатки для паломников. Раньше мы это делали только на реке Великой. Теперь это будет во всех местах, где останавливается крестный ход. Везде будут установлены 10 палаток, кроме масштабных, для паломников. Поэтому это каждый год происходит, какие-то обновления, какое-то улучшение. Но, поскольку паломников прибывает, то проблемы остаются. А вот эти палатки, там можно будет прямо отдохнуть как-то, да? Да, не просто отдохнуть, ночевать. Ночевать. Это не важно, чтобы люди, не особенно, конечно, мы говорим о том, чтобы люди оставались на ночлег. Это и дети, и женщины, которые идут особенно иногородние. Но тенденция возрастает и к тому, чтобы люди приносят свои палатки. Здесь тоже правительство принимает участие в том смысле, что выделяются специальные участки территории, где можно будет поставить свою палаточку, жечь костер, чтобы это не помешало, и под надзором, соответственно, к спецслужбам. От клещей-то все уже обработали? Обработали, да, всю территорию. Там, где будут остановки, все территории будут обработаны от клеща. Но предупреждаем всегда паломников о личной безопасности. И здесь еще имеет большое значение то, чтобы люди провели предварительную профилактику. Там сделали прививочки. А средства, репелленты от клеща будут продаваться на всех остановках, где мы будем и ночевать, и останавливаться по пути в крестный ход. Спасибо вам большое. Отец Андрей был с нами на связи. Да, крестный ход у нас уже совсем скоро будет. Так что вот работают над этим, чтобы все было благополучно, сходили хорошо. Ну да, ну, собственно, что? А у нас же еще в следующий час есть еще пару тем для вас, да? Да, ну да, мы сейчас послушаем новости. К нам уже в студию пришла Ольга Балезина сейчас с новостями, она. А потом будут тематические программы, и следующий час мы с вами тоже проведем вместе. А мы еще играем. Да, еще у нас будет историческая виктория. Ну, в общем, очень много всего интересного, так что не переключайтесь.